Всем привет! Сегодня будет домашнее видео. Я так подумала, что неплохо было бы ввести новую рубрику на мой канал, так как я люблю снимать влоги и люблю готовить. Почему бы нам не попробовать сделать кукинг-влог? То есть я буду что-то готовить, болтать с вами на разные темы, как будто мы вместе с вами на кухне. Возможно, я буду делать какой-то анонс в инстаграме, что вот, будем готовить то и то, чтобы вы смогли купить те же продукты. В основном это что-то простое, хотя сегодня у меня будет ризотто с грибами. Но, в общем, надеюсь, что будем готовить разные блюда и разные посложности. Возможно, делать что-то из десертов или готовить какие-то завтраки. В общем, все разнообразное. И было бы прикольно, если бы у вас были те же самые продукты, мы вместе с вами тут что-то творили на кухне. Ну, я здесь, а вы там. И сегодня мы с вами будем готовить ризотто с осенними дарами. А что меня на это вдохновило? Я вчера была в магазине и увидела лисички. Это настолько красочные, яркие грибы, которые я не смогла пропустить. Взяла и потом уже додумала, что было бы неплохо приготовить ризотто, которое лично я обожаю. Также нам понадобится рис для ризотто. У меня вот такой. Часто продуктовые покупки я совершаю в магазине Lidl. Это не эксклюзивный продуктовый супермаркет или гипермаркет. Это такой доступный каждому, скажем так, магазин. Я думаю, что такого плана рис сейчас не проблема найти в любой стране. Просто суть в том, что он и не слишком рассыпается, и не слишком склеивается. Ну, в общем, я раньше не обращала на это внимания. Сейчас вот, когда написано там в рецепте, что должен быть рис такой-то, я стараюсь выбирать такой. Он не слишком длинный, немножко кругленький, наверное, можно так сказать, и белый. Еще я купила мясо у меня. Это не просто куриное филе, потому что оно суховато. Я взяла мясо для гуляша. То есть это, я так понимаю, бедрышки, что-то более сочное. Вы можете выбирать какое хотите. Лук, чеснок, помидор, цукини и паприка. Что-то еще я буду рассказывать по ходу дела. И сейчас я быстренько все это помою. Начнем резать и расскажу вам о новом садике, в котором мы были аж один день. Говорила о себе чаек. Это Paris' iHerb. Очень люблю его. Но сейчас практически не ощущаю ароматов из-за насморка. Я сегодня, знаете, накрасила и думаю, сниму-ка я какое-нибудь бьюти-видео. Но невозможно. Так что не удивляйтесь, если у меня тут все стертое, размазанное. Потому что я постоянно хожу с платочком. И вчера вечером оформила новый заказ с чаями, которые я рублю именно на холодное время года. Жду, не дождусь, когда они приедут. Так, платочек и начинаем. Для начала все нарезаю. Все овощи и грибы для того, чтобы потом все только добавлять и смешивать. А не пережаривать или переваривать рис и все остальное. Мне так удобнее. Я практически всегда так делаю. И о садике. Девчонки, так как моим, чуть не сказала молодым людям, моим сыновьям уже 4 года и 6, даже больше немножко, то нам по закону положен детский сад государственный. Вот, то есть 4 лет польское государство обязано предоставить место в детском саду каждому ребенку. И такие заявления подаются где-то в конце или в начале, ну короче говоря, весной на следующий учебный год, то есть сентября. И потом в интернете, в сети появляются списки о том, кто попал, кто нет. И, конечно же, преимущества всегда получают матери-одиночки, многодетные семьи. Те, у кого сложная финансовая ситуация, это на самом деле хорошо. Мало того, что у меня насморк, еще и лук меня просто добил. Так что если я начну рыдать в кадре или мой насморк усилится, простите мне это, вы, мои хозяюшки, знаете, как с луком обстоят дела. Вращаясь к садику, большинство наших друзей-поляков очень сильно стремятся попасть именно в государственный садик. Они говорят, что там и программы лучше, и воспитание, дисциплина жестче, и вообще как бы не сильно фанькаются, скажем так, с детьми. То есть они более самостоятельные, они больше умеют, когда оттуда выходят. И я почему-то так наслушалась, и мой муж, да, да, обязательно надо. И нам не положен был садик до четвертого года жизни, потому что если суммировать мой доход и мужа, то как бы нет. Так что мы попали в госсадик только с этого года, мы должны были пойти. И в принципе все было нормально, мой муж поехал, проверил, сказал, что все хорошо. У меня очень теплые воспоминания о садике, и я ходила в самый обычный садик, в самую обычную школу. И, конечно, какие-то предметы, которые нужно было подтянуть, да, у меня родители там отдавали на дополнительный английский, на дополнительную химию. Господи, даже на историю ходила, потому что у нас была такая учительница, что она отбила все желание изучать историю. Наверное, поэтому у меня с историей туговато. Приходится что-то читать, чтобы что-то узнавать. Вот, сейчас уже в таком зрелом возрасте. И я как-то доверилась мужу, сказала, что все нормально. Ну, окей. Вот, пришло 1 сентября, это был выходной, 2 числа я отвожу детей в детский сад. Меня пригласила директора в кабинет для того, чтобы ознакомить с программой, с тем, что у них есть. Ну, в общем, вы знаете, действительно все довольно жестко. То есть, не приехали на 8 часов утра в садик, все забудьте. Ну, может, в 8.30, если есть уважительная причина, или, не знаю, посещаешь федиатра, тогда можешь приехать позже. И это нормально, так должно быть. То есть, нет такого шалтай-болтай, все-таки у них вся программа рассчитана под детей, никто под тебя подстраиваться не будет, под воспитателей, под работников. Я это понимаю, я это уважаю, и для меня все нормально. Но меня немножко удивило то, что завтра у них 8.30. Кстати, садик работает с 6 часов, я никогда не отвозила даже на 7 часов, ну, потому что я могу сама составлять свой рабочий график. И поэтому, как бы, я считаю, что если есть возможность чуть дольше посидеть с детьми, то я только за. И меня удивило то, что у них там нет ни рисования, ни каких-то, знаешь, вот, знаешь, знаете, как будто с подружкой со своей, никаких-то таких занятий, вот, которые у нас были. Мы клеили, мы рисовали, мы лепили из пластилина. То есть я не говорю о керамике, которую наши сыновья посещали дополнительно в частном садике, ну, какие-то стандартные занятия, которые развивают мелкую моторику у детей. Это катастрофически важно, это то, на что лично у меня не хватает времени с детьми. То есть пока там после работы какие-то покупки, пока что-то приготовить, пока убраться, все-таки дом, быт там и все остальное. Это настолько важно, что для меня было шоком, когда я узнала, что этого не будет. Ну, хорошо, сказали, что гимнастики или физкультуры, ну, физкультуры у них также не будет. Что нужно каждому родителю привести справку от педиатра о том, что ребенок неполноценный, что он нуждается. И только тогда государство одобрит физкультуру. Девочки, физкультуру, обычную зарядку они там не делают. То есть для этого нужен преподаватель, воспитатель. И этого нет. Тогда у меня округлились глаза, стали примерно в два раза больше, чем сейчас. Потом сказали, что английский тоже вроде как будет, но пока что преподавателя нет. Один раз в неделю, полчаса. Это государственный садик. Скажите, что ты хотела, Оля, да? Да, я сейчас вам объясню, к чему я все это... Дальше меня просто убило то, что... Во сколько у детей обед? Завтрак у них в полдевятого, угадайте во сколько? В одиннадцать тридцать. То есть мои дети после завтрака так рано не голодны. То есть накормить их в такое время практически нереально. Дальше у них полдник в или час тридцать, или два тридцать. И после этого как бы все. А некоторых детей забирают в шесть. И нет такого, что можешь докупить дополнительный какой-то прием пищи ребенку. Нет. Я в основном забираю детей около четырех, и сейчас я отвожу их в девять. То есть они едут на завтрак иногда. Если завтракают дома, то даже в полдесятого. И забирают в четыре, но может в полпятого. Но если я вообще где-то там сильно задерживаюсь, то в пять. Хотя садик работает до полшето. Я вам не жалуюсь, я вам просто рассказываю о том, как здесь все устроено. И вот у меня вопрос, почему все так стремятся попасть именно в государственный садик. Я не говорю о том, что там плохие воспитатели. Нет. Но у меня в душе знаете, что болит? Что после детского сада мои дети не проводят время со мной. То есть я буду их возить на дополнительное. Мне все-таки хотелось бы, чтобы в рамках какой-то программы у них были такие занятия, как рисование и так далее. Мы оплачиваем керамику, мы оплачиваем дзюдо в частном садике. И что у нас там еще? Английский каждый день, стандартная программа, зарядка. То есть ничего сверхъестественного. И за детей, за двоих в частном садике мы платим 400 евро. Где-то так. И каждый месяц за двоих с питанием уже со всеми дополнительными. Да, они ходят на футбол два раза в неделю. То есть сейчас у них такой бунт, не особо хотят посещать. Я не заставляю. Вот я думаю, я пытаюсь помочь им найти альтернативу, но они говорят, нет, мы вообще никуда не хотим, мы хотим домой. И я вот не знаю, то ли их, знаете, как-то... Но я уже мотивирую, как могу, говорю вам, как есть. То есть я не представляю, что еще можно сделать. Я говорю, может, плавание, давайте то, давайте это. Мне хотелось бы, чтобы они в групповых занятиях именно принимали участие. Вот смотрите, два раза в неделю я вожу их после садика на футбол. Раз на лего вот эти занятия. И получается, что у нас не так много свободных вечеров именно в течение недели. И польские мамы, я не говорю о всех, я говорю только о наших знакомых. Очень часто говорят, что, а, вот там после садика отвезу на одно занятие, на второе, и буду свободно, могу заниматься своими делами. Мол, а потом он может еще и в машине вырубиться. Типа, мне так даже проще. Я вам там куплю какой-то бутерброд или что-то возьму с собой, он поест. Для меня это, знаете, как-то... Не то чтобы странно. Каждый решает сам за себя. Я согласна, но... Я рожала детей для себя. И вот очень грубая моя ошибка. Он как-то рассказывал о том, что... Вот я обижалась, что бабушки там не проводят время с детьми. Сейчас они стали старше, и вот моя мама в первый раз их забрала. Нарезаем помидор тоже такими кубиками. И свекровь обещала их забрать на ночь в первый раз за все это время. И потом ко мне пришло осознание того, что это мои дети. И никто... Ну как, родители всегда говорили там, вот, когда внуки, когда внуки. Но сейчас совершенно другие бабушки. И тут не нужно обижаться. Тут нужно четко отдавать себе отчет в том, что это твой ребенок. И все хлопоты, и все затраты. Все это ляжет как бы на твои плечи, в первую очередь. Ты рожаешь ребенка не для кого-то. Вы осознанно с вашим партнером создаете семью, даете кому-то новую жизнь. И вы в ответе за тех, кого вы приручили. Знаете такое? Поэтому сейчас, когда мне 31, практически 32, уже вообще нет таких вопросов. Я скажу вам по секрету, что я не знаю, с чем это связано. Но я все чаще и чаще думаю о третьем ребенке. Если раньше у меня было так, что нет, 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 я не хочу. То ли я понимаю, что время так быстро бежит. Кто-то скажет, что тебе там только 32, скажем, да, уже грубо так. И у тебя еще куча времени. Да, конечно, но я чувствую, что когда мне было 25, и я родила первого, и когда мне сейчас 30 с чем-то, у меня больше ответственности. Я больше устаю. У меня больше работы, у меня больше обязанностей. И вообще, организм не тот. Если раньше я могла там тусить два дня подряд, и вообще никак. То есть на работу так на работу, на учебу так на учебу, свежачок, отдохнувший вид. Вот тут, видите, поехала в поездку, спишь по 4 часа. Ну, минимум это было уже 3 с половиной, это третий день был, третья ночь. Мне казалось, что я рухну и вообще уже не встану. А теперь вот несколько дней приходишь в себя. Ну, и мужу уже 40 лет, будет вот скоро 41. И он принимает активное участие в жизни детей. Я хочу, чтобы у него были силы для детей. Ну, есть такие бабушки и дедушки, которые в 70 лет огонь. Но что-то мне подсказывает, что я не буду такой. Что же случилось в детском саду? Спустя один день, это очень мало. Я с вами абсолютно согласна. Но мальчишки вышли и начали плакать. Говорить, что мам, мы хотим в старый садик. И когда Игнат сказал, что тетя на него кричала. А чтобы вы понимали, Игнат это в принципе ангелок. То есть, чтобы на него наорать, ну, я не знаю, сколько должно пройти времени, или он должен быть голодным, или не выспавшимся, чтобы он себя вел плохо. И что заставило эту женщину кричать на ребенка, я не знаю. Но это не те методы воспитания, которые нравятся мне. Я могу прикрикнуть на ребенка. Ну, я не могу сказать, что я идеальная мама. Я тоже срываюсь. У меня тоже бывают плохие дни, плохое настроение. И меня точно так же доводят дети. Но я не педагог. Вот это, я не знаю, я просто могу винить только себя, что я не проконтролировала этот момент. Потому что Томат хотел сам заняться этим вопросом, сам выбрать садик. Точнее, нам не пришлось выбирать, нас просто оформили туда. Но я как-то особо не влезала. То есть, окей, посмотрим. Но Игнаша слезно молил меня вернуть его в прошлый садик. Захар сказал, что он туда не поедет в новый. И я так подумала, ну вот ради чего их заставлять? Если даже не то, чтобы есть возможность, а государство дает деньги каждый месяц. И я покупаю себе там обувь, шмотки, косметику. Я буду заставлять ходить ребенка в садик, который ему не нравится, в целях экономии. Ну, в каких целях? Потому что я плюсов как-то не заметила. Единственное, наверное, это то, что там платишь только за питание. Около 100 долларов, наверное, месяц. Вот. И я не говорю, что частные садики, это так обалденно. У нас не самый лучший садик. Но меня больше всего вывело то, что нет там таких банальных вещей, о которых я вам рассказала. Которые были в том садике, в который ходила я. В самом обычном. И для меня это минимум, который все-таки, как мне кажется, садик должен обеспечить детям. Еще, знаете, меня немножко удивило то, что Захар жаловался, что с ним никто не игрался. Понятное дело, он новенький. Но он потом сказал такую вещь, что в кодексе их садика, ребенок запомнил такое слово. Есть правило, если с тобой никто не играется, ты отходишь в угол и сидишь в углу, ждешь, чтобы кто-то тебя там пригласил играться. И он говорит, ко мне никто не подошел. И мне кажется, что в таких ситуациях как-то вот воспитатель должен смотивировать детей, подойти, как-то инициировать взаимное общение, знакомство. Но только с того, что просто ребенка представили. Есть дети, которые более скромные, у которых там легко происходит контакт с другими. Есть более такие тихие, замкнутые дети. Потому что каждый человек индивидуален, а дети это, ну, такие же люди, как взрослые, они все абсолютно разные. Вот. И, к сожалению, к Захару никто не подошел, и воспитатель тоже. Когда я спросила, почему так, мне не дали какого-то толкового ответа. Я, знаете, как одна мамочка сказала, что это как пшиховывание дети. То есть склад. Ты привозишь куда-то там груз свой, он там полежит, и когда тебе удобно, ты его заберешь. И мне стало настолько неловко перед самой собой даже. Так что я забрала детей, и, слава богу, нас согласились принять в старый садик. Возможно, я же говорю, я поступила неправильно, и, возможно, есть хорошие государственные садики. Но мы попали в такой, который заставил меня очень сильно удивиться, и что-то не так именно в государственной программе, мне кажется. Берем сковородку побольше, разогреваем, и смешиваем оливковое масло, где-то одну столовую ложку. У меня, как всегда, все на глаз. И берете сливочное масло. У меня будет вот такое ке. Кстати, полюбила его. Сначала я не поняла, и довольно такой, казалось бы, рисковатый запах. А сейчас, смотрите, сколько ушло. Купила еще и ванильное. И берем где-то две столовые ложки. Вот, блин. Покажу вам, что у меня сегодня было на завтрак. Это так вкусно, тарта. Я вчера попробовала рецепт, и запишу для вас. Просто вообще фантастика. Тарта с двумя видами сыра, с творогом, здесь еще яйцо, брокколи. И тесто, я скажу сразу, я купила. Вот такое слоеное, оно подходит и для сладкой выпечки, и для соленой. Вот этот штопор из Икеи всегда казался мне жутко неудобным. Но, как-то не знаю, в этот раз у нас все сложилось. Но классический мне нравится больше. Просто он не всегда работает так, как мне хотелось бы. И теперь поджариваем курочку. Теперь выкладываем лук, и все это жарим вместе. Теперь сюда же добавляем чеснок. С ней даже не жарим, а как бы тушим. Здесь вот лук пустил сок, и мясо, водичку. И я не хочу, чтобы все было золотистого цвета, нет. Дайте ему там, минуточку, да, чтобы все вкусы, все соки вместе соединились. Высыпаем рис, так видите, сырой рис, но будем его немножко поджаривать. И теперь будет происходить магия. Потому что для меня приправы, это вообще то, без чего кухня не может существовать. Я сделала чуть меньше огонь, потому что я тут с вами разговариваю, и все происходит дольше, чем обычно. Беру тимьян, где-то 2 чайные ложечки. Можно чуть меньше. Вот, смотрите по количеству, просто если у вас больше овощей, то, соответственно, больше приправ. Дальше вот такая приправа. Возьму где-то пол чайной ложечки, потому что она довольно интенсивная. Даже если я сейчас не чувствую, то мои домашние ощущают. Так, эстрагон. Тоже где-то полторы чайных ложечки приехал Тома. Сейчас я его накормлю. Через 15 минут. Да, Тома? Чайная ложечка куркумы. Куркумы. Сейчас снова напишите мне, как правильно я. А, хорошо. И забуду успешно. И немножко острой паприки. Я не буду использовать слишком острую, ту такую хлопья, которую у меня есть из iHerb, потому что я сейчас болею немножко. И теперь вот это все мы будем смешивать. Кстати, девчонки, по поводу лопаток. Я уже жарила что-то с карри, по-моему. Варила, ну, короче, не суть. И я хотела сказать, что лопатки не окрашиваются. То есть они отмываются. Я не знаю, на как долго хватит их, вот, чтобы они не стали там желтыми, красными, зелеными, розовыми. Вот, блин. Но пока, пока с ними все окей. Теперь добавляем наши лисички. Можете их не нарезать, кто как любит. Но я почему-то решила сделать так. И немножечко все поджариваем. Я разделила все на две сковородки, только по той причине, что большой сковороды у меня не оказалось. Вот. Я нарезала больше овощей, чем изначально планировала. И будем жарить на двух. Ну, а что поделать? Мне кажется, что когда вырастут мальчуганы, то я вообще буду варить все ведрами. Потому что, ну, и сейчас вот уже так просто не отделаешься. Паприку жарим где-то минутку еще. Спустя минутку добавляем цукини. И жарим тоже где-то одну минуту, не дольше. Теперь смотрите, что я делаю. У меня здесь овощной бульон. Если у вас вдруг его нет, то можете доливать воду. Но с бульоном будет вкуснее. Самая классная смесь для бульонов продается на iHerb. Если вы знаете, где еще найти, делитесь с другими девочками в комментариях. И теперь где-то по полстакана наливаем. И делаем чуть меньше огонь. И потом будем это тушить как бы. То есть, вот видите, по два черпачка. Сейчас-то перемешаю. Прикрую немножко. И таким образом мы будем доливать бульон на протяжении, ну, смотрите, по готовности риса. Многое зависит от плиты. От того, на каком огне вы это делаете. Но суть не в том, чтобы жидкость как можно скорее испарилась. Так что я сейчас поищу крышку. И буду периодически доливать. У меня уже соленый бульон. Поэтому я не солю. И здесь также есть немножко перца. Девчонки, если вам нравится все более соленое, то можете добавить соли. Но слишком много не используйте. Знаете почему? Потому что у нас будет пармезан. И у нас будет еще один сыр. Если вы так же, как я, используете еще и с плесенью. Что-что. А досолить вы всегда успеете. Рис уже, кстати, практически готов. Я немножко прозевала и рис. У меня не такое денте, как мне хотелось бы. Но ничего. Переживем это. Теперь высыпаем пармезан. Где-то 4 столовых ложки на сковородку. Вот так. Нужно перемешать. Я уже не стану добавлять масло. Но если вам хочется, можете добавить еще не масло. Вот. Так как дети не будут есть сыр с плесенью, я добавлю его только в одну сковородку. Обед готов. Это очень-очень вкусно. Я надеюсь, что вы попробуете. Я сейчас приступлю к своей трапезе. И в таких видео, знаете, мне хочется быть максимально естественной. Просто вот такой, как я каждый день. Надеюсь, что вам понравилось. И кому интересно, оставайтесь со мной. Еще покажу детские вещи, которые я купила своим детям на осень. Давайте быстренько рассмотрим мои покупки для мальчуганов. Вот это все на экране из H&M. У нас была скидка минус 20%. Поэтому я немного разгулялась. Здесь еще куртка. Сейчас достану и тоже подробнее о ней расскажу. Каждый сезон мы покупаем спортивные штаны. Они у нас протираются до дыр. И мне нравятся как из классической коллекции в H&M детские штанишки, так и вот эти. Но хоть вот эти прикольно выглядят. И ткань здесь чуточку плотнее. Я надеюсь, что они послужат не только Захару, но и Игнату. Только учтите такой момент, что здесь штанина довольно узкая. У меня мальчики высокие и худенькие. Но не совсем, прям знаете. Но я бы сказала, что они больше по стороне именно худых. Так что вроде как должны подойти. Но я за то, чтобы ребенку было комфортно. Чтобы сильно ножки не стягивало. И вообще я бы покупала им классические джинсы. То есть широкие такие, но они тоже не всегда это хотят носить. Еще мальчишкам не нравится в последнее время ходить в джинсах. Особенно их напрягает, когда здесь есть пуговица и замочек. Поэтому я выбрала вот такие черные. Причем они не очень тоненькие. В H&M были и потоньше джинсы, а они с вот такой как бы... Ну это не совсем баечка. Есть и утепленные в H&M. Если у вас холодно, то присмотрите такие. У нас, кстати, на холодную погоду есть специальные костюмы. А это вариант, знаете, чисто куда-то там в гости съездить. Или в ресторан, в кино. Но и если будет очень холодно, вот будем надевать колготки. У нас колготы остались после Захара. Так что я взяла только Захарчику. И Агнат будет донашивать после старшего брата. Вот эти шапки, они просто классно выглядят. И я купила мальчишкам, потому что, ну, захотела им сделать приятно. А на самом деле они особо ничего не греют. Нужно поискать хорошие зимние шапочки. Здесь это реально проблема. У нас зима не такие холодные. Но все равно хочется купить нормальную шапку. И взяла перчатки в комплект. Знаете, как они радуются? Вообще у нас требуют в садике отдельные перчатки. То есть, чтобы у каждого лежала пара. И они так быстро теряются. Нужно, знаете, как в детстве. Тоже купить резинку, пришить, вставить в рукава. И тогда все будет нормально. Ну, а что? У меня так были перчатки в детстве. Я помню, зато ничего не терялось. А тут прямо какая-то трагедия. Они не очень теплые. Но детки надолго не выходят, когда холодно. Так что взяла вот эти. Знаете, лишь бы считалось. Потому что будут ругаться, если не принесем. Вот эти вот очень-очень классные хлопковые. Не футболки, они с длинным рукавом. Я в Next тоже заказывала. Но у них, во-первых, они большемерят. И сложно мне разобраться там с размерной сеткой. Практически никогда не угадываю. И они на порядок дороже. А здесь вот из линейки Conscious они классные. Причем у H&M есть целая линейка, где покупаешь три вещи, а платишь только за две. Понятное дело, что самая дешевая вам достается бесплатно. Футболка с динозавром, потому что Захарка обожает динозавры. Детские носки из H&M. Достойно отдельной похвалы. У нас все носки из H&M. Я беру вот такими огромными упаковками. И все равно частично они теряются. Я не знаю, что не так. Возможно, это стиральная машина их затягивает. Каждый раз на осень и на зиму берем такие вот обычные кофты. Серые, они подходят ко всему. И с начосиком. А вот эта вот более цветная. Она тоже теплая. Это как свитер уже. Просто базовая, уже более цветная, да, кофточка для Игната. И вот такая с тигром для Захара. Она утепленная. И такие вещи я всегда надеваю на какую-то футболку. Вот то, что осталось после лета. Или вот такие с длинным рукавом. Еще обожаю наряжать своих мальчишек. Возможно, вы замечали в инстаграме. Надеваем, к примеру, джинсы. Вот такую кофточку. И байковую рубашку. Они не любят классические рубашки. А вот байковые и в клеточку. Они готовы принять. Это выглядит очень аккуратно. Если едем куда-то в гости, куда-то в город, то я люблю наряжать мальчишек. И рубашку носит Захар, потом Игната, потом еще Милош. Я вам рассказывала, да, что мы передаем все. И каждый раз встречаемся на празднике. И Катя говорит, вот смотрите, как классно. Он, Милош, тоже в вашей рубашечке. Прям целые, знаете, комплекты. Так что покупаю сразу на троих. Вот эти две байковые. Для Захара взяла, да? Для Игнашка взяла еще вот такую. Такой расцветки у нас нет. И вот эта обычная, но она такая плотненькая. И казалось бы, что это, знаете, такая скучная цветовая гамма. Но более цветные вещи, цветные кофты, даже штаны спортивные я купила в Пепко. Не буду показывать, потому что мало кто может это приобрести. А на эти вещи я постараюсь оставить вам ссылки. Но если вы живете в Польше, то в Пепко очень классные вещи. В садик убивать дома. И вообще даже на выход у них тоже есть неплохие варианты. Так что загляните туда и стоят копейки. Я надеюсь, вам было интересно. В том числе и послушайте о том, как здесь обстоят дела с государственными садиками. Я озвучила не все. Сейчас вспомнила, что одна из основных проблем состояла в том, что Игнашика, которому 4,5 года, оформили в группу с трехлетними детьми. Когда я спросила, почему так, сказали, что там есть дети в его возрасте. Говорю, сколько? Они говорят, трое из 25 человек. А остальные? Ну вот в средней группе ему не хватило места. Говорю, ну а как он не будет там в развитии как-то потом деградировать? Мне говорят, у них будет своя программа, там своя книжка. А я потом спросила, что же он будет делать в средней группе? Ну он по второму разу пройдет эту программу. Можно было бы возить Игната в частный садик, а Захара в государственный. Но вопрос в том, а стоит ли? Ради чего? Вот мои мальчики взрослые, но туда привозят детей трехлетних. И мне сказали сразу, что они не следят за гигиеной. То есть ребенок полностью сам себя обслуживает в туалете. Они не следят, там моет он руки или нет. Это мы должны научить дома. Но я не знаю, как ваши дети. А если мы их не ткнуть постоянно пальцем, помой руки, помой руки, помой руки. Они этого лишний раз не сделают. Там также не чистят зубы. И их ложат спать на час. Если не спишь, то тебя наказывают. Вот у меня дети с двух лет не спят. Пусть лежит, отдыхает. Но нет, их прям заставляют спать. Ну, короче, я не знаю. У нас был вот такой странный опыт. Пожалуйста, не воспринимайте это на свой счет. Все садики разные. Может, директора это так преподнесла. Может, я слишком паникую. Но мне не понравилось то, что я услышала. Мне не понравился отзыв моих детей после одного дня. И, может, я потом изменю свое мнение. И вот, чтобы вы не подумали, что я против госучреждения. Абсолютно нет. Сахар будет идти в самую обычную частную государственную школу, которая находится в нашем районе. Я абсолютно не против. Я, наоборот, за. Но иногда, как попадешь. Так что у нас вот такая история приключилась. На этом будем прощаться. Всем пока-пока. Увидимся совсем скоро.